Всем юнород, с вами Сильвис, это актуализация видоса по ворлдбоссам и чипам. Сейчас я буду рассказывать тебе, если ты новичок, собственно, каких боссов, в каком порядке и когда открывать, для того, чтобы максимально свой аккаунт, скажем так, в экономику уместить, потому что чипы тоже относятся к экономике. Если ты совсем новичок и не знаешь, о чем вообще происходит, то ссылочка на плейлист для новичка в описании, заходи, смотри, там все видосы полезные. Итог, для начала, в игре существует два чипа, пока что два чипа, о третьем типе расскажу позже, но это тебя не должно волновать пока что. Первый чип это чип типа 3, вот такой вот, назовем его тощий чип, потому что он вот такой худенький с виду, и толстый чип, уже более продвинутый, тоже чип номер 3. Достаются они с двух мячей скрещенных в еженедельной активности. За 150 ты получаешь тонкий чип, за 300 толстый, за 450 тонкий, за 600 толстый и за 750 тонкий. Фишка в том, что эти чипы лимитированы, и они используются для того, чтобы открывать сундуки ворлдбоссов. Моя задача сейчас тебе объяснить, в каком порядке и на основании чего этими чипами пользоваться, потому что, скорее всего, если ты ранее этого не делал, а, скорее всего, многие из вас это не делали, этих чипов у вас сейчас лежит много, и я буду объяснять, как эти чипы могут реально вам улучшить жизнь. Поехали. Итак, теперь по ворлдбоссам. Тощие чипы, то бишь чип типа 3, вот такой вот тоненький, используют для открытия всех боссов на Аспирии, то есть это вот этот вот большой континент, здесь у нас Робарк, Сабек, Апофис, Фростбот, Барбаросса, Люсия. И для использования открытия на Artificial Island, это искусственный остров, здесь у нас Жаба и, собственно, Дракон. Эти чипы используются в этих местах. Чип номер 2, толстый чип, используется для открытия боссов на Вере, во-первых, это у нас Магма и Рудольф, а также Ева, плюс для открытия чипов боссов в Confounding Abyss, это у нас Харах на втором этаже, на третьем этаже это у нас, собственно, Культон, хотя в русской Калтон, ну ладно, окей. Вот, и, собственно, для открытия инерса двух боссов, это Сцилла, которая находится на первом этаже внизу, вот здесь, тоже используется третий чип, и на третьем этаже для Хабаэллы тоже используется толстый третий чип. Это типа просто базовые знания, которые вам нужно сейчас у себя в голове держать. Итак, первое. Чипы тощие. Их ты использовать начинаешь в идеале после 60-го уровня, потому что после 60-го уровня дроп-шанс матриц боссов в Вере увеличивается, и увеличивается дроп-шанс после 60-го на Асперии, соответственно. Инерс лучше открывать после 80-го. Суть в чем? Суть в том, что при открытии с чипом сундука за босса ты имеешь некую вероятность получить матрицу. Так вот, открывать этих боссов чипами стоит исключительно из-за матриц. Ну, с них, конечно, могут выпасть персонажи, но основная фишка, которая нам от них нужна, это матрица. И вот здесь твоя задача понять, какие вообще матрицы тебе нужны. Сразу говорю, я не советую открывать фростбота, потому что там матрицы хумы. Матрицы хумы, ну, очень редко используется штука, если только вы, например, не танк, и у вас нет хумы. И не советую открывать матрицы и, собственно, сундук Барбароссы, потому что там падает кусок мерил, фуллсет, а мерил нужна, ну, типа, только для мерил. Следовательно, у нас есть Апофис. С Апофиса падают матрицы Цубасы. Неплохие матрицы, но если бы не было матриц с Люсии, это Шира и матриц с Дракона, это Самир. На данный момент в игре у нас существуют две, ну, ладно, три основных куска матрицы, основных сета. Это матрицы Шира, которые две штуки ставят, они увеличивают тебе раскол, то есть пробивание щитов, и урон на топовой звезде на 26% у таргетов, по таргетам у которых больше 50% хп. Это первый сет, который тебе нужен всегда. А второй сет это Самир, два куска. Потому что четыре куска работают только на Самир. Но, опять же, если ты играешь на Самир, можешь и четыре куска использовать. Но два куска Самир — это, по сути, увеличение на процент с каждым попаданием до 20 раз. То есть это 20% урона, который будет держаться 100% аптайм, если ты дамажишь. Ну, то есть вот ты дамажишь босса, моба, неважно толпу мобов, этот 20 стандартный аптайм сохраняется. Соответственно, топовая связка фри-то-плей матрицы в игре сейчас — это две Самир и две Широ. Почти на любую твою основную пушку, которую ты дамажишь. Соответственно, я советую, во-первых, открывать сейчас, если ты собираешься собрать себе какой-то дамажущий сетап, советую открывать максимально, пытаться чипы Люсии, потому что с Люсии падают Широ. А Широ — это вообще лимитированные матрицы, потому что некоторые из этих матриц, если ты не достал с Супрессора, а Супрессор — это у нас пояс, то тебе придется их выбивать отсюда. К примеру, с тем же Кроу, который является альтернативой Широ, к примеру, в некоторых сборках, есть Гачапоны. Гачапонов с матрицами Широ нет. Сразу по другим матрицам поясняю. Кинг. Кинг очень ситуативен, и на данный момент я считаю, что он неактуален, потому что, во-первых, также с ним есть Гачапон, который ты можешь выкрутить в фуллсет, они чисто затычками будут. И, типа, есть матрицы уже лучшие, поэтому Робарга тоже не трогай. Вот. Ну, поэтому тебе нужно либо тыкать, в зависимости от того, что у тебя есть в Люсию чипы, выбивать себе сет Широ. Ну, не сет, в идеале две, но так как у тебя пушек несколько, ты можешь две поставить на одну, две на другую. То есть Широ — это одна из топовых матриц сейчас. И искусственный остров, тут есть вот дракон Эйри. Иномирный дракон Морозного огня. С него падают куски Самир. То есть вторые чипы, тощие, ты тратишь на дракона и на Широ, пока не сделаешь себе две матрицы 3 звезды Самир и две матрицы Широ 3 звезды. Это будет твой стандартный сет, который ты, ну, честно говоря, если ты не донатер, ты вряд ли их сменишь. С начала игры, как все ходят с этим сетом, так и ходят. Это самый профитный по урону сет матриц на дамагера. Если ты хилер, я чуть позже об этом буду говорить, но как бы хилы, как правило, тоже зачастую используют DD матрицы. В общем, заключение по тощим чипам. Тебе нужно для начала потратить их на Люсию для выбивания трехзвездочных кусков Широ или для апгрейда этих кусков Широ. Если у тебя куски Широ не появляются, то, собственно, есть подавитель, супрессор он же. На определенных уровнях там дается Широчка. По-моему, начиная с четвертого или с пятого. Да, вот, с пятой версии дается Широ Изолейшн, потом на шестой версии Широ Тоска по морю, на седьмой версии еще один кусок Широ, и на восьмой версии последний кусок Широ. Да, здесь нужно 90 тысяч ЕСа, но как бы первые три куска ты получишь. Вообще, тебе нужно не три куска, а два куска, поэтому супрессор 6 в принципе гарантированно тебе дает два куска, которые тебе нужно будет просто апать по, собственно, звездам. 55 тысяч ЕСа это очень средний результат для новичка, сейчас его можно апнуть буквально за месяц. Ну, опять же, все зависит от того, насколько вы хорошо играете, но это в основном я сейчас даю рекомендации среднего типа развития игрока, потому что у наших типов супрессоры уже как бы за девятку улетели. Вот, Широ определились, и второе, на что ты тратишь чипы тощие, это Дракон, который находится на искусственном острове, с него ты выбиваешь себе Самир, грейдишь до трех звезд, то есть в идеале, если ты копил чипы при определенной удаче, у тебя должно быть два куска Самир, которые ты будешь грейдить до трех звезд, и два куска Широ, которые ты тоже будешь грейдить до трех звезд. Это у тебя заполнится основная пушка, просто потому что основная пушка, на которой ты проводишь больше всего времени, которую ты дамажишь, да, автоатачишь, она будет стакать Самир, будет иметь увеличенный раскол, и в принципе урон по целям, у которых больше 50% хп, то есть это основные две направляющие матрицы. Теперь, что касается толстых чипов, там все гораздо более непонятно. Для начала, чипы цвера. Здесь есть три болт-босса, это Магма, это Олень, Рудольф и Ева. Приколюха в чем? Сейчас эти боссы уже как бы являются боссами, которые были два дополнения назад, и с них падают в основном один модуль укрепления вот такой, и то ли по 5, то ли по 10 модулей усиления. Эти штуки нужны, чтобы затачивать дополнительные вещи. Заточка дополнительных вещей у вас сейчас не является в приоритете, вам нужно их для начала найти. И чтобы их найти, нужно открывать боссов, с которых падают куски этих самых предметов. Потому что даже если вы видите, например, на Магме золотой вот микрореактор здесь, он вам никогда в жизни не дропнется. Но если супер повезет, то же самое с Оленем. Вот он как бы здесь нарисован, но шанс на него супер мизерный. Поэтому открывать Магму или открывать Рудольфа или открывать Еву я вам как новичку категорически не советую. Если вам по квесту дали туда, да, можете один раз открыть. Но в ином случае нет. Просто потому, что эти боссы, как я уже сказал, являются боссами предыдущих дополнений и тупо банально дропают меньше реакторов и меньше кусков, чем другие боссы. Короче, эти три босса для вас сейчас в принципе уже промежуточный этап, который не нужно юзать вообще. Следующие боссы Confounding Abyss или же Запутанные Бездны по-русски это Харах на втором этаже и Культон на третьем. Здесь уже интереснее. Почему? Потому что, во-первых, здесь можно получить как целый кусок очков, например, с Культона, так и куски на создание. Здесь с одного ключа будет дропаться по 10 вот таких фиолетовых окуляров и по 4 золотых окуляра. То есть, чтобы вам очки скрафтить, вам нужно 10 этих ключей потратить. Ну или скрафтить себе фиолетовые за 2. Вопрос в том, что эти боссы тоже являются промежуточными, потому что они уже не актуальны. И, соответственно, те же самые очки вы за ресерч, который находится в Инерсе. Ресерч — это исследование, которое вы можете открыть у себя в терминале. Терминал, доверенное расследование, разведка и так далее. Здесь в конце в наблюдении есть по 10 кусков экзоскелета. Здесь по 10 кусков давалось по 20 даже микрореактора. И за GZMIU там давался по-моему экзоскелет тоже. Ну не суть. В общем, фишка в том, что вместо того, чтобы тратить ключи на якобы нужные шмотки, вы сможете эти шмотки за ресерч получить. Этот ресерч сильно дешевле, чем тратить ключи на тех боссов. Поэтому Confounding Эбис для новичка позже исключительно если вот вас в запутанную бездну отправили убить хараха, да, можно открыть ключом. Без проблем. В ином случае нет. Но вы скажете, да, блин, вот здесь, допустим, ядро для ресерча есть. Ядро для ресерча падает при открытии даже без ключа. Поэтому вот этот ресурс, который типа является лимитированным, сейчас падает даже без использования ключа. То же самое является и касается Культона, который находится на третьем этаже. Здесь не показано, но с него по идее падает череп, который тоже без ключа спокойно достается. Для ресерча он нужен. Так что на этих двух боссов ты толстые ключи тоже не тратишь. Ну и собственно боссы инерса. Это Сцилла на первом этаже и Хабаэлла на третьем. Прикол тут гораздо более интересный. Почему? Потому что, например, во-первых, сейчас со Сциллы и Хабаэлы падают актуальнейшие, топовейшие матричные сеты. Кусок из этого сета вы можете с ключа получить, с толстого ключа. Во-вторых, есть гачапоны с этими сетами. Естественно, эти гачапоны открываться будут после того, как вы выкрутите гачапон, например, скроу или гачапон самир, но это первичные матрицы, про которые я вам говорил, поэтому там уже будете отталкиваться с гачапона. Если вы выкручили гачапон с самир, в следующем после него, после самир там будет идти еще какая-то матрица, и в зависимости от этого вам придется открывать. Но суть в том, что матричный сет Сциллы, что матричный сет Хабаэлы, они по эффективности плюс-минус одинаковые. Разница только в условном нанесении урона. Если здесь вы, к примеру, за 4 куска дамажной автоатакой, плюс-минус 5% разница у них. Это абсолютно идентичные матрицы, просто с разным описанием для разных персонажей. Суть в том, что 4 куска из Сциллы и Хабаэлы вам нужно иметь, потому что они используются из кармана. То есть вы сможете даже не на активную свою пушку поставить эти матрицы, и все у вас будет окей. А так как у нас есть гачапон с этими матрицами в Мирории, вы сможете выкрутить себе фулл сет, даже если вы новичок, поставить его, и собственно потратить ключики на то, чтобы проапгрейдить себе этот самый сет. Плюс со Сциллы к примеру выпадает 15 кусков микрореактора. Тоже в принципе 3 ключа и микрорач у вас в кармане, можете понаролить. В чем нюанс? Нюанс в том, что если вы будете открывать все именно в таком порядке, в котором я показываю, у вас будет немного заточек для всех дополнительных шмоток, а именно модулей фиолетовых и вот таких модулей укрепления. Да, вы просядете по заточке именно процентной по усилению своих предметов, потому что магму и эту вы не убиваете, магму и Рудольфа, и у вас этих заточек меньше, но матрицы дают гораздо больше статов, поэтому я очень советую вам выкручивать именно и тратить ключи именно на то, чтобы обурядить матрицы. Для сравнения сейчас вот я вам приведу пример, например, третья Широ даёт 583 атаки и 1880 ССа. Первая Широ, ладно, давайте не Широ сравним, давайте скроу, даёт 291 атаку, 14000 здоровья и 940 ССа, то есть три звезды на шмотке, на матрице на одной, дают вам почти 1000 ССа или БМа боевой мощи, как сейчас, и почти получается разница в 300 атаки. Если вы таких матриц делаете 4, это уже получается 1200 атак из 4 матриц. Это вообще-то нехреново, это целая шмотка. Поэтому я советую открывать и тратить чипы тип 3 только на Сциллу или ХБЛу, в зависимости от того, какой вам нужен сет матриц. Какой вам нужен сет матриц решите сами. Я конкретно сейчас собираю матрицы сциллы. У меня есть уже фуллсет, его надо апгрейдить, но ключики я уже все подпросрал. Вот такие дела. Ну и так, теперь по гачапонам небольшая инфа, если кто не знает, гачапоны все находятся в мироре, они в развлекательном центре. И вот, к примеру, гачапон, который с матрицами кинга, перед ним идет матрица с амиром. То есть вы выкручиваете вот этот гачапон, кинг вам нафиг не нужен, его не трогайте. И, к примеру, переходите к следующему. Следующий гачапон, в котором сейчас сцилла, я не помню, что там до него было, посмотрим. А, ну да, получается, да, вот гачапон со сциллой, в котором будут матрицы сциллы, фуллсет. Это довольно дешевый гачапон с эмоциями. Здесь немного круток, здесь, по-моему, 60 или 80 круток, но вот выкручивайте его и можете уже ролить сциллу. Гачапон с хабаэллой, перед ним был гачапон с красными крутками и эмоциями. Тоже недорогой гачапон, тут немного круток, его тоже можно выкрутить и получить уже себе хабаэллу. Гачапон, к примеру, в котором хума, после него будут идти кроу. Хуму я не крутил принципиально, а кроу у меня был запан до этого. То есть вам нужно будет найти компромисс в гачапонах и сделать так, чтобы у вас матрицы вкачивались одновременно. Первоочередная задача у вас вкачать себе матрицы самир два кусочка до трех звезд и матрицы широ два кусочка до трех звезд. Два куска широ вы получите изи, когда вы докачаете супрессор до 6.5 либо из гачапонов перед кингом, либо какие-то анозер варианты в плане получения этих матриц с круток, потому что у нас есть профопорчей с особые заказы, которые являются желтыми вот этими крутками. Плюс, соответственно, если вам до какой-то звездочки не будет хватать, вы можете за вот этот кэшбэк в магазине купить абсолютно любой ящик и с ящика выбрать одну из четырех нужной вам матрицы и дапать звезды. Я лично широ себе до трех звезд тапал именно через ящик. Соответственно, третью звезду Кроу, последнюю я тоже буду брать с ящика. Разумеется, после основных матриц вы можете этот кэшбэк придержать, потому что когда стандартные симулякры, которые сейчас ивентовые, выйдут в стандарт в 2.5, они выйдут вместе с матрицами и их матрицы можно будет купить. Об этом надо делать отдельный видос, но тут как бы такая довольно щепетильная тема. А, ну и кусочек для хилов. К сожалению, хилов в этой игре, как и танков, не любят. Про танковские матрицы я вообще распространяться не буду, потому что они в любом случае носят либо ддшные матрицы, либо какие-то офенсив матрицы по типу фуллсета на самир, который позволяет им хп хилить. Не суть. У хилов два сейчас варианта неплохих. Это, во-первых, единственные выбиваемые хиловские матрицы это зеро. При использовании навыка разрядки вы получаете щит на какой-то процент, да, и пока щит ваш активен, будете наносить больше урона. Это такой саппортовский бафовский сет, который выбивается, хотя бы выбивается. Выбивается он с искусственного острова, с жабки матрицы зеро. Вот. И второй вариант это матрицы какоритр, которые не выбиваются. Ну, типа, нету конкретного места, откуда они падают. У меня вот матрицы какоритр, есть одна на три звездочки, я их на немециде юзаю. Здесь увеличивает исходящее и входящее лечение на процент и повышает атаку, когда вы хилитесь. То есть, в целом, в принципе, хорошие матрицы для хилеров, но проблема в том, что они, большая часть матриц какоритр мне нападала просто из джоинтов. То есть, если вы зайдете сейчас посмотреть джоинты, выбрать совместную операцию, да, и вы здесь будете видеть, вот, допустим, здесь Кукарита Широ, здесь Мерил Зиро, здесь там Кинг и Кроу, здесь Хума Самир, но основная проблема в том, что разработчики немножечко в этом плане, на мой взгляд, подобосрались, потому что если вот в топовых джоинтах есть случайный матричный чип СССР, рандомный, да, из толпы, из всех, то вот эти джоинты, в которых мы залипали очень много времени, новички сюда сейчас не ходят, потому что они неактуальны, можно было ходить не только за определенными кусками вещей, но и за определенными кусками матриц, вот что отличает новичков от старичков, у вас просто меньше вариантов выбить эти матрицы, потому что вот в эти джоинты никто ходить просто не будет, здесь выпадают очень, скажем так, слабые шмотки, здесь выпадают определенные матрицы, и она нужна для 70-го левела, не знаю, может быть, конечно, кто-то будет ходить чисто за матрицами, чтобы попытать счастье, но шанс выпадения матриц с джоинтов, он, ну, супер маленький, поэтому некоторые матрицы, да, к сожалению, сейчас можно достать тупо на удачу, или, я не знаю, ну, купить за кэшбэк, типа, но матрицы Кокоритер, вот одни из них. Так что, вот такие дела, спасибо, ребят, за просмотр, я обещал про третьи чипы сказать, короче, фишка в том, что в 3.0 будут еще одни чипы 3.0 чипы вообще не стоит, ну, тупо потому, что они там новые будут. Надеюсь, вам что-то из этого видео помогло разобраться с информацией по ключам, если помогло, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, если еще не подписаны, в описании все ссылочки на телеграмы, на телеграм с анонсами, на телеграм с флудилкой, на твич, там проходят стримчики, на группу ВК и так далее. Еще раз спасибо за просмотр, с вами был Сильвес, до новых встреч.